В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем ноябрь и декабрь 2020. В ноябре саровчане узнали имя нового главы города. 17 ноября в должность мэра вступил Алексей Сафонов. Его кандидатуру единогласно одобрили депутаты на очередном заседании Городской Думы 12 ноября. Начальник отдела территориального и кластерного развития ВНИЭФ Татьяна Белина, начальник отдела 0605 ВНИЭФ Дмитрий Прохоров и главный энергетик Российского федерального ядерного центра Алексей Сафонов. На пост мэра претендовали трое. В день голосования Дмитрий Прохоров взял самоотвод. Перед депутатами выступили двое оставшихся кандидатов. У города должно быть мужественное лицо, открытое, смелое, активное. Нам в этом вместе предстоит большая работа. Я хочу пожелать всем нам больших успехов и креативности на пути к достижению поставленных целей. Кандидатура Татьяны Белиной выдвинула Ассоциация промышленников и предпринимателей города Сарова. Алексей Сафонова, губернатор Глеб Никитин. Претендуя на пост мэра, главный энергетик ВНИЭФ рассказал о своем видении развития города. Это и разработка стратегии роста, создание комфортной городской среды, справедливое социальное развитие и объединение города и федерального центра. Ключевая ставка при этом на привлечение в город талантливой молодежи. Современная молодежь, она весьма и весьма требовательна. Мы вступаем в конкурентную борьбу за это будущее не только среди городов России, которые очень много сейчас делают для этого, но и среди городов всего мира, потому что молодежь более мобильна. И если мы проиграем эту борьбу, борьбу за молодежь, мы проиграем борьбу за будущее. Теряется смысл делать какие-то другие вещи, потому что город потеряет будущее. Пути борьбы за молодежь Алексей Сафонов также наметил. Это и создание научно-образовательного центра с филиалом МГУ имени Ломоносова в городе, и привлечение молодых ученых на существующие мощные научные базы, а также создание высокооплачиваемых рабочих мест, отметил кандидат в городоначальники и текущие проблемы, среди которых закрытость власти. Должностные лица должны быть открыты и доступны. Это улучшит климат города, это улучшит понимание тех решений, которые вынуждены или каким-то другим причинам принимаются органами. Но всегда информирование, оно позволяет делать более точные оценки действиям органов. Выслушав кандидатов, депутаты открытым голосованием выбрали главу. Один голос достался Татьяне Белиной, 27 – Алексею Сафонову. За утверждение в должности Алексея Александровича народные избранники проголосовали единогласно. Официально в полномочия новой мэр Сарова вступит 17 ноября. Благодарю вас за оказанное мне доверие. Это важный шаг для моей жизни. Я надеюсь, что мне удастся сделать ситуацию лучше. Мы отвечаем за этот город и наша задача – сделать все, зависящее от наших сил и независящее, чтобы мы могли смело сказать людям, что мы для вас сделали все, что могли. Официально в должность глава города Алексей Сафонов вступил 17 ноября. Про отмену концессии новых депутатов и свое отношение к власти. Антон Ульянов провел первую пресс-конференцию на посту председателя Думы. Журналистов интересовала не только ситуация в городе, но и личный взгляд Антона Сергеевича на многие, в том числе, философские вопросы, а также его политические амбиции. Стоит опасаться тех, кто намеренно стремится к власти, считает Антон Ульянов. Новый председатель Саровской думы признался журналистам, что не ставил перед собой цели занять руководящее кресло. И ссылаясь на слова Никиты Михалкова, обозначил власть как тяжкий крест. И тот, кто жаждет власти, не несет этот крест, а лишь преследует личные интересы. Я за каждой должностью не гнался. Туда, куда я попадал, везде получалось так, что как-то меня кто-то предлагал и поддерживал. А я не пытался цепляться и завоевать чего-то новое. В 2015 году Антона Ульянова избрали депутатом шестого созыва Думы. И через два года он стал зампредом, а в седьмом созыве председателем. И хотя теперь руководитель Думы в Сарове не является главой города, его ответственность от этого не становится меньше. Город перешел на одноглавую систему управления, но администрации и мэр остаются под отчетными Думе. Городская Дума не ушла в подчинение главе города. И Городская Дума, это как представительный орган власти, он все равно стоит особняком. Депутаты – это представители людей. Все равно Городская Дума остается в этом статусе и ничего не теряет. В седьмом созыве работа Думы неизбежно изменится, уверен Антон Ульянов. И дело не только в том, что к власти пришли новые люди. Свои условия диктует и пандемия. Уже два заседания депутаты провели дистанционно. Удаленный формат работы нужно развивать и дальше, постепенно улучшая его. Нам нужно переходить к формату прямого диалога. Это режимы ВКС. Когда человек может уехать в отпуск, и тем не менее принимать участие, например, в работе Думы. Где-нибудь с пляжа, например. Или не снимая горные лыжи, он где-то будет участвовать в заседании и иметь возможность проголосовать. Рассказал новый председатель и о городских проектах. В частности, о создании в Сарове национального центра математики и физики и филиала МГУ имени Ломоносова. По словам Антона Ульянова, пока много вопросов. Как и где расположатся учебные корпуса и академгородок? И как именно будет организована новая федеральная территория, статус которой должен приобрести Саров? Но ответы на них будут получены уже в ближайшее время. Данным же соответствующее распоряжение правительству. Полетели телеграммы, забегли люди, готовятся документы. Университет готовит преподавателей. И все это будет в рамках того, что в городе станет федеральной территорией. Не обошел вниманием Антон Ульянов и вопрос концессии Горводоканала. На днях глава города Алексей Сафонов сообщил в своем инстаграме, что он отменил все постановления, касающиеся этого процесса. Председатель Думы уверен, что это взвешенное решение, которое повлечет за собой дальнейшее изучение вопроса. Нынешний глава, понимая, что эта тема концессии, она идет на 20 лет вперед, и начинать ее, имея какие-то нерешенные вопросы, какие-то подводные камни, запускать ее нельзя. То есть, чтобы она и юридически не была потом оспорена, чтобы этот проект был действительно, он сложный, он очень сложный, конечно, был реализован. Начинать ее с какими-то нерешенными внутренними нестыковками, с вопросами от прокуратуры или еще бы кого-то ни было, невозможно. Сети водоснабжения и водоотведения нуждаются в реконструкции. Консессия – один из инструментов для решения этого вопроса. Но далеко не единственный, подчеркнул Антон Ульянов. Депутаты и администрация в новом году продолжат обсуждать ситуацию с Горводоканалом. К концу года пандемия набрала обороты. Количество заразившихся в Сарове ежедневно исчислялось уже даже не десятками, а сотнями. В начале пандемии больных размещали в инфекционном отделении. Под ковид тогда выделили 90 коек. К декабрю их стало уже 310. Пациентов везли не только в инфекционное отделение. Больных коронавирусом размещали в офтальмологическом, терапевтическом отделении и в неврологии. На помощь врачам вышли студенты Саровского медицинского колледжа. В первой и второй поликлиниках будущие медики дежурили на входных фильтрах, разносили карты из регистратуры по кабинетам и отвечали на вопросы тех, кто сдавал тесты на коронавирус. Воспитанники Саровского медицинского колледжа присоединились к медикам, чтобы помочь в борьбе с пандемией. 17 студентов третьего и четвертого курса направили во вторую поликлинику. Несколько их одногруппников пошли в первую. Пока будущие медсестры и врачи помогают в организаторской работе. Непосредственно за больными они не работают. Но и эта помощь очень важна. Милана Баранова, например, дежурит на входе для здоровых людей. Заходят пациенты, и мы меряем температуру. И советуем, в какие кабинеты куда идти, если они спросят. Проходить медицинский осмотр, там сдавать анализы. Марине Байковой приходится встречать пациентов и с признаками ОРВИ. Приходят те, кому нужно на выписку или продлить больничный. Мы их направляем в точный кабинет. Пишем имя, фамилию, отчество, где работают, чтобы отправить в регистратуру, чтобы они уже там карточками отправили в кабинет. Заразиться ковидом Марина не боится. Девушке выдали все необходимые средства защиты. Одноразовый халат, маску, шапочку и перчатки. Контакт с потенциальными больными минимален. Легче заразиться в магазине или общественном транспорте, считает девушка. Также студенты помогают в регистратуре, сортируют и разносят карты по кабинетам. Еще одна бригада работает в колл-центре. Отвечаем на звонки пациентам, людям, которые звонят, узнают свои результаты по ковиду. Обычно где-то начиная с 9 и до часа, вот они постоянно. То есть только трубку кладешь, тут сразу второй звонок. Вот так отвечаешь. Ну, приходят, справки им. Даешь, если отрицательные, положительные или нет. Как считают сами студенты, эта практика – отличная возможность посмотреть изнутри на то, как устроена работа в медицинских организациях и внести свой вклад в борьбу с пандемией. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Осенью масочный режим перестал быть просто рекомендательным. Носить маски в общественном месте – обязательное требование. Тем не менее, все еще остаются люди, которые принципиально отказываются защищать органы дыхания и идут на открытые конфликты в магазинах. Чем вызвано такое поведение, разбиралась наша съемочная группа. В пандемию некоторые люди ведут себя озлобленно, выражают протест против ограничений, пытаются агрессивно доказать свою независимость от них. В сети можно найти огромное количество видеороликов, где посетители общественных заведений отказываются надевать маски только потому, что это ущемляет их свободу. Под горячую руку попадают сотрудники полиции, продавцы магазинов и кондукторы в автобусах. Как я ее должен использовать? Я у вас спрошу. Я могу так маску надеть, например? Ты кондуктор или медсестра? Или врач? Я кондуктор. Ну, выполняй свои обязанности. Вот я обязанности выполняю. Какие обязанности? Я не имею права вас обелечивать без маски. Не обелечивай. Психологи считают, что подобное агрессивное поведение связано с детским эгоцентризмом и желанием переложить ответственности на других. Маску носить я не обязан и не хочу. Обезопасить меня от вируса должны вы. Ориентир должен быть больше на себя. Какую роль я здесь играю, если стоят ограничения, и от тебя зависит, наденешь ты сейчас эти средства безопасности, как ты позаботишься о своем окружении без ориентира, без агрессивного такого настроя на то, что сейчас государство должно сделать вот так и так для меня. Почему я должен подчиняться вот таким правилам? В Сарове конфликты из-за масок, если и случаются, то нечасто. Большинство горожан стараются обезопасить себя и своих родных. Я мало где хожу, только до магазина, там, да, все кину, всегда стараюсь, всегда зеваю. Я верю в то, что они помогают, потому что защищают, естественно, особенно если полтора метра дистанции. Кто-то идет, кашляет, кто-то чего-то, и вот в автобусе, вот у газели едем тоже, все как-то, да некоторые руки представляют, кашляют, а некоторые вообще не предохраняются. Вот из-за этого вроде и хожу в маске. В противовес бунтарям есть люди с чрезмерной тревожностью. У них человек без маски вызывает панику. По мнению психологов, эмоциональной нестабильности больше всего подвержены пожилые люди, подростки и молодые мамы. Бороться с нервными состояниями и чувством страха помогут отказ от бесконечного мониторинга статистики заболевших, живое общение и позитивный настрой. Находить миллион и один ресурсов, как справляться в этой ситуации, как заботиться о себе, да, прогулки на свежем воздухе, слава богу, пока нам их никто не отменил, да, те же, не знаю, посидеть в кофейне днем, посмотреть, пообщаться там с кем-то из близких, из друзей, смотреть фильмы, сериалы, пусть это будут позитивные, где про жизнь, про смех, про радости. Пока одни смирились с ограничениями, а другие выражают недовольство, фактом остается то, что выполнять предписания Роспотребнадзора и губернатора области обязательно. Штрафы за их нарушения для юридических лиц до 300 тысяч рублей, для физических – до полутора тысяч. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. 1 ноября жителю Сарова, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Фенько, исполнилось 95 лет. Он родился на Южном Урале. Когда началась война, Николаю Васильевичу было 15 лет. В 17 его призвали, и он отправился в Челябинское танковое училище. Затем сразу на фронт. После войны служил в войсках МВД нашего города. На пенсии много внимания уделял патриотическому воспитанию молодежи. Николая Фенько с юбилеем поздравили депутаты городской думы, представители организации «Дети войны» и Совета ветеранов. На теплые поздравления с юбилеем Николай Фенько отвечает в стихах, которые когда-то написал сам. Все невзгоды, что выпали на его долю, он достойно преодолел. Первые два года войны нес трудовую вахту в тылу. Затем его призвали на фронт. После танкового боя под Псковом Николая Васильевича тяжело ранили. До конца Великой Отечественной он обучал новобранцев в тылу. В послевоенный период восстанавливал разрушенное хозяйство. На пенсии ветеран продолжал активное участие в общественной жизни. Рассказывал саровской молодежи о военной истории края. Уникальнейший человек. С ним очень интересно работать. С ним очень интересно разговаривать. Много знает. Много знает истории про Саров, про округу. Поэтому мы его еще раз сердечно поздравляем. Самое главное – здоровье. Мы с Николаем Васильевичем договорились встретиться на 100-летний юбилей у него. Конечно, мы до этого не будем, не посещать его, это безусловно. Но 100-летний юбилей мы с ним вместе отпразднуем. Нина Тришина познакомилась с Николаем Финько в 2007 году, когда пришла работать в городской совет ветеранов. Мы с ним вместе ходили по школам. Школьники очень радостно настолько. Школьники окружают его. Он в таком солидном, со всеми регалями. И школьники прям вот трогают его медаль. Вот девчонки. Вот настолько радостно было смотреть. С днем рождения юбиляра поздравили депутаты городской думы Иван Ситников и Михаил Савин. Председатель правления общественной организации «Дети войны» Надежда Почторук подарила ветерану книгу «Дети войны и Великой Победы». Официальная часть закончилась неформальным общением за чашкой чая. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 4 ноября наша страна отмечала День народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божьей Матери. День народного единства – это молодой праздник, однако корнями он уходит в далекое прошлое. Спросим у саровчан, что они отмечают в этот день, или для них это еще один дополнительный выходной. Именно в 4-го? Нет, это его уж переменовали. Перенесли дату с 7-го, а это 7 ноября – это революция. День соединения. В общем, российский праздник наш, родной. Это связано с Мининым и Пожарским, когда они ополчение, по-моему, все собирали. Как нам удалось выяснить, к Дню народного единства саровчане относятся неоднозначно. Одни считают его праздником, который сплотил народы, другие характеризуют как попытку заменить День Октябрьской революции, который до 2005 года праздновали 7 ноября. Купны заедино, вместе заодно. Этот призыв Казьмы Минина стал девизом для ополченцев. В Нижнем Новгороде земский староста Казьма на площади обратился к людям с призывом создать освободительное движение для борьбы с польскими и литовскими интервентами. Сегодня эта площадь носит его имя. То есть это в сентябре 1611 года на площади Кузьма Минин бросил клич вместе заодно и давайте собирать деньгу, пятую деньгу, как он говорил, заложим жен, мужей, всех заложим, но за Русь свою постоим. 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божией Матери. У государственного и церковного праздника общие истоки. Икона была символом движения, перед ней молились Минин и Пожарский. В дни решающих битв за Москву и Кремль она оставалась с ополченцами. Впоследствии эта икона была покровителем династии царей Романовых. И многие верили, что благодаря иконе Казанской Божией Матери и выгнали, изгнали захватчиков из стен Московского Кремля. Девять некоммерческих организаций получили субсидии из бюджета города в конце прошлого года. Они смогут потратить по 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Среди грантополучателей фонд «Дорога в жизни» и Саровский музей ВМФ. Как они распорядятся бюджетными деньгами, смотрите далее. Ну вот такое у меня сердечко получилось. Порой хочется вспомнить детство, сыграть в классики у дома или сделать поделку. Анна Первухина выбрала второй вариант. Она проверяет заготовки к мастер-классу для ребят дошкольного возраста, которые в фонде «Дорога в жизнь» проходят регулярно. В рамках проекта «Мастерская чудес» педагоги готовят 12 тематических занятий, на которых малыши познакомятся с традициями и обычаями русских праздников, а также с народной культурой. Это именно специализированная серия мастер-классов, направленная на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка. Поскольку задействованы детки дошкольного возраста, это очень интересное состояние, когда ребенок как губка впитывает, и можно максимально четко раскрыть его потенциал, увидеть вот эти его основные сильные качества. И именно с этой позиции, с этой теорией мы вышли как раз на конкурс. Организация ветеранов военно-морского флота участвует в конкурсе грантов уже третий год. Впервые они получили субсидии с бюджета города в прошлом году. Это позволило начать грандиозную реконструкцию музейных стендов. В этом году ее завершат. Мы сами разработали дизайн этих стендов, сделали так, как нам удобно, именно и для края, чтобы они могли максимально демонстрировать экспозиции, те предметы и вещи, которые у нас хранятся, и переданы в музеи, вставляющие эти экспозиции, ну и также обеспечить хранение имущества для тех же, опять же, стендов экспозиции внизу. Фонд «Дорога в жизнь» и Саровский музей военно-морской славы вошли в девятку лучших социально ориентированных некоммерческих организаций Сарова, выиграв конкурс на предоставление субсидий из бюджета города. Заявку на грант подали 13 претендентов, отобрали самые яркие и полезные для саровчан идеи. Мы же еще оказываем консультативную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. Мы всегда готовы помочь, подсказать, проконсультировать, ну, чем, собственно, мы и занимаемся. Если к нам обращается социально ориентированная некоммерческая организация за помощью, мы всегда помогаем. На реализацию заявленных проектов организации получат по 100 тысяч рублей. Каждый ребенок талантлив по-своему. Это знают в детской художественной школе, которая в прошлом году отметила свой 50-летний юбилей. За это время ее учениками стали сотни юных саровчан. Среди выпускников школы архитекторы, скульпторы и живописцы, учителя изобразительного искусства, о том, кто стоял у истоков художественной школы и о том, каких принципов придерживаются преподаватели в наши дни, расскажем далее. Палитра в роли пенала и мольберт вместо привычной школьной парты. В учебных мастерских детской художественной школы кипит работа. Ребят учат переносить на бумагу образы и настроения, правильно передавать игру света и тени, соблюдать естественные пропорции и придавать законченные своим произведениям. Точно так же, как полвека назад, еще в здании школы-интернат номер один это делали первопроходцы. Художники-энтузиасты, которые в далеком. В 1970 году открыли детям из глубоко засекреченного и во многом отрезанного от культурной жизни страны города двери в мир изобразительного искусства. Не было никакого оборудования, был очень бедный натурный фонд, но отношения, вот отношения этих людей, которые начинали эту школу, было настолько трепетное и такое уважительное, что мы летали на крыльях просто в эту школу. В свое нынешнее здание на улице Академика Харитона детская художественная школа переехала в 1976 году. Эти стены стали по-настоящему родными для нескольких поколений соровчан. А кто-то и вовсе нашел здесь свое призвание. Как, например, Юлия Мордвинова, которая живет и работает в Норвегии. Это ее работы вы сейчас видите на экране. Другой выпускник, Денис Тарелкин, занялся промышленным дизайном, успев поработать над обликом спорткаров одной небезызвестной итальянской компании. Сегодня в детской художественной школе занимаются не только дети, но и взрослые, которые чувствуют себе тягу к прекрасному. Ну, мне кажется, у любого творческого человека, вот с детства, кто рисовал, и он всю жизнь продолжает, то есть это самовыражение, то есть он не может без этого, он всегда рисует для себя, дома. Ну, я не могу просто не рисовать. За 50 лет существования детской художественной школы в нашем городе сложилось целое объединение людей неравнодушных к изобразительному искусству. Оно называется «Художники Сарова». Большинство его участников объединяет то, что когда-то еще детьми после школьных уроков они бежали в любимую художку, где их учили говорить на языке красок. У художника должно быть что-то, что он может сказать. Допустим, какие-то поэты или писатели свои произведения пишут и доносят свою мысль словом до читателя. У нас это изобразительные символы. Да, это рассказ, но изобразительными средствами. Празднование юбилея в детской художественной школе начали готовить давно, но пандемия нарушила эти планы. А вот детская школа искусств нашего города в прошлом году отметила 45-летие. Пышное торжество пришлось перенести. С юбилеем ДШИ ее выпускники и нынешние ученики поздравили в социальных сетях. Теплые слова в адрес родной школы звучали и от педагогов-ветеранов. За эти годы детская школа искусств выпустила не одно поколение музыкантов, танцоров, певцов и архитекторов. Днем рождения детской школы искусств принято считать 1 сентября 1975 года. Тогда по многочисленным просьбам жителей горосполком распорядился открыть в стенах монастыря вечернюю музыкальную школу, где первоклассник учили игре на фортепиано. Первым директором стал Владимир Александрович Демсков. Несмотря на почтенный возраст, как педагог он и сегодня продолжает заниматься с ребятами. В 1986 году школу реорганизовали, и она получила свое нынешнее название. А в 2009 году Дэши переехала в новый дом на улице Гагарина. Два концертных зала, специальные классы для хора, балета и оркестра стали залогом стремительного подъема. И сегодня детская школа искусств – один из флагманов дополнительного образования в нашем городе. В нашем городе все школы имеют свое лицо, каждая школа имеет свое лицо. И вот детская школа искусств – она полиэстетическая, то есть есть разные направления – танец, архитектура, эстрада, вокал. И в то же время классические направления – фортепиано, баян-аккордеон, гитара. Вот это отличает ее от других образовательных учреждений дополнительного образования нашего города. Первыми в порог детской школы искусств переступили около ста ребят. Сейчас, спустя 45 лет, число воспитанников перевалило за тысячу. Фортепиано и архитектура, эстрадно-джазовое искусство и хореография. В школе работают 9 отделений. Под руководством опытных и чутких наставников, а их сегодня 53, дети становятся победителями конкурсов. Учатся верить в свои силы и идти вперед, несмотря ни на что. Для них детская школа искусств – это любимое и дорогое сердцу место. Вы хорошие преподаватели, много ребят хороших. Я бы хотела ей пожелать здоровья, это сейчас важно, талантливых учеников. И выиграть все конкурсы, которые будут в будущем. Благодаря талантливым ученикам и преподавателям, которые всей душой преданы своему делу, детская школа искусств смогла забивать признание на городском, региональном и даже всероссийском уровне. Плоды такого успеха не заставили себя долго ждать. Настоящим подарком для детской школы искусств стало участие в этом году в национальном проекте «Культура». Нам были выделены средства денежные в размере 5 миллионов 900 тысяч, которые мы успешно освоили, благодаря которым материальная база детской школы искусств существенно обновилась. К нам приехали новые аккордеоны, рояль, фортепиано, гитары, вибрафон, скрипка. Это большое подспорье нашим педагогам. Большой концерт, которым школа хотела отметить свое 45-летие, должен был пройти 3 декабря на сцене Саровского драматического театра. И хотя по понятным причинам его пришлось отменить, в дыше и нашли способ не отказываться от праздника. У нас есть страничка в группе ВКонтакте, где мы запустили марафон поздравлений. Любой желающий, выпускник, ученик, родитель, педагог, люди, которые давно уже не работают или выпустились из детской школы искусств, могут оставить свои поздравления, прислать их на электронную почту нашей школы. Мы их обязательно разместим. 20 ноября отмечали Международный день педиатра. Этот доктор заботится о здоровье своих маленьких пациентов с первых минут жизни. Чтобы стать хорошим специалистом, недостаточно получить соответствующее образование. Не менее важно уметь найти подход к своим пациентам. Мария Колесникова работает в детской поликлинике два месяца. В девятом классе девушка увлеклась биологией, решила связать свою жизнь с медициной. Сама она родом из Адыгеи. Высшее образование получила в Саратове. Ее участок находится в Старом районе. Родители и дети там с нетерпением ждали появления специалиста. Сейчас для молодого врача напряженная пора. Вызовов много, обстановка нервная и напряженная. И в первую очередь доктору приходится успокаивать взволнованных мам и пап. Но со сложностями Мария справляется, помогают более опытные коллеги. И к маленьким пациентам врач тоже быстро нашла подход. Коллектив очень хороший. Мне все нравится. Поэтому я привыкаю. Родители, пациенты отлично. Мне все очень нравится. Люблю детей. Сама из семьи. У меня в семье очень много детей было. Конечно, все неродные. Но всегда меня окружало большое количество детей. Вместе с Марией в здании на Октябрьском проспекте работает еще пять педиатров. Больными нового района занимаются в поликлинике на Курчатова. Там восемь педиатрических участков. На каждого специалиста приходится более тысячи детей. Нагрузка большая. Тем более, что двух докторов забрали в ковидные бригады. Лечить больных коронавирусом и наблюдать контактных вместо Ольги Зиминой будут теперь два врача, одна из которых тоже совсем недавно пополнила штат КБ-50. С утра приходим к восьме утра. Обсуждаем с Мариной Александровной список больных пациентов, кого нужно сегодня посетить. Потом переодеваемся в специальный костюм, который нам выдает ежедневно. И уже едем к этим пациентам. При первом визите к заболевшему ребенку Наталья встречает напуганных и растерянных родителей. И здесь уже врачу приходится выступать в роли психолога и успокаивать взволнованных мам и пап. И мы успокаиваем, что дети в основном болят бессимптомно. Или у них совсем легкая клиника. Тяжелых у нас мало. Нет практически. Возраст начинает от грудничков, буквально от новорожденной и до 18 лет. Вот как мы обслуживаем пациентов. В день Наталья обходит в среднем 15 пациентов, как больных, так и контактных, если у них появляются жалобы на самочувствие. Также врач консультирует родителей по телефону. Особое внимание требуют дети из группы риска, больные диабетом, онкологией, те, кто имеет проблемы с сердцем. Как мы уже знаем, что какого-то специфического на данный момент лечения не существует. Там говорят, вроде прививки сейчас начинает, вакцинация. А так все симптоматическое. Если не начинает ребенок температуру, то мы уже сбиваем температуру, назначаем, если необходим, какие-то противовирусные. Ну, в целом нет. Никакой специфической терапии такой прям нет. Больным детям нужно соблюдать режим дня. В меню добавить свежие овощи и фрукты. Комнату необходимо чаще проветривать и проводить уборку с применением дезинфицирующих средств. Для профилактики коронавируса лучше ограничить контакты, отложить на время посещения кружков и секций. Таким нам запомнился финал ушедшего года. Ну, а вспомнить важные для вас события 2020-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году.